Будет помогать. Как уже сказали, да? У меня здесь. Да. Я менеджер компании Reflame. На данный момент проживаю в маленьком городе Новолокомо. Нахожусь декретным отпуском. У меня замечательная доченька. Он помогает, рассказывает, кто у нас еще есть. Да, собачка Джеки у нас еще есть. Что касается Reflame, я, наверное, уже раз пятый в компании. Всегда меня звали на продажи. Я продавать не умею. В этот раз меня пригласила моя знакомая Екатерина Доробицкая, директор Reflame. И она меня пригласила в другой Reflame, в новый Reflame, да, не на продажи. Меня это именно и заинтересовало. Почему я решила попробовать, да? Есть свои четкие планы, цели уже. Знаю, чего хочу достичь, как хочу достичь. Вот. По образованию я учитель начальных классов. Работа в школе уже на сегодняшний день 6 лет. До декретного отпуска понимаю, что это не та работа, где я хочу работать. Тем более, ну, скажем, я учительский ребенок, да, третье поколение в своей семье. То есть не хочу, чтобы мой ребенок, да, там мама и папа, не хочу, чтобы мой ребенок жил такой жизнью, как у меня, скажем, у меня была хорошая жизнь, у меня была веселая, да. Но на самом деле, как рассказывал предыдущий спикер, да, веселые дети, ну, скажем так, и, скажем, у них нет мамы, которая мама в основном у других детей есть. Моя мама, да. Вот. Поэтому хочется уделять больше времени своему ребеночку. Поэтому, да, будем пробовать развиваться здесь. В проекте я с конца января за два каталога вышла на уровень 9%, потом еще за два каталога работы благодаря спонсору помощи вышла на уровень 12%. Сейчас продолжаем расти, пробуем, пытаемся прорваться, дальше почему-то немножечко застряло, да. Ну, ничего, прорвемся, потому что главное есть желание и знаем, как работать, знаем, как чего достичь. На самом деле, как только появляются, скажем, новые звания, да, очень много мероприятий стало посещать, много куда стали приглашать, да, пошла интересная разнообразная жизнь, не просто сидеть дома. Вот. И одно из таких мероприятий, да, было очень много мероприятий, в Витебск мы ездили и на маленькие встречи, да, премьер-клуба, и какое-то было командное мероприятие. Первое большое, на котором я была, да. И последнее мероприятие, конечно, это Мегафорум в Минске 2 июля. Ну, он мне очень-очень-очень-очень запомнился. Первое такое большое мероприятие в моей жизни с компанией Reflame. Вы знаете, там было очень много знаменитых людей, которых раньше я видела только где-то на вебинарах, причем в записи в интернете, да. И здесь была возможность лично увидеть, лично с некоторыми пообщаться, познакомиться. Вот, в частности, мне очень-очень понравилась Ольга Григориан, да, как-то раньше я смотрела, там передачу какую-то сбросят, там передачу. Здесь, на самом деле, со сцены она учила, рассказывала, посиди, зайка, рассказывала, как... Про Велмон, да, сонышка. Так, секундочку, снять. Пойдешь гулять? Да. Простите. Вот. Рассказывала про Велмон, да. А также... Подожди секундочку. Ну, конечно, самое главное, это был топ-1 мира, Владимир Полежаев, да. Он проводил обучение для всех, для нас, да, для всех, кто приехал. Нас там было вроде бы 2 тысячи человек, да. Ну, конечно, что запомнилось больше всего, это поздравления, награждения менеджеров. Ну, там, конечно, награждали не только менеджеров, но запомнилось именно то, что касалось именно нас, да. Хотя нас было очень-очень много на сцене одновременно, да. Ну, хватило, я думаю, всем эмоций, всем хватило, скажем, этого заряда бодрости, да. Я думаю, каждому своя частичка досталась, солнышко, а ты куда входишь? Вот. Это, ну, шурами насыпалось, да. Ну, это было очень вообще, не надо сказать, феерично, здорово, классно запоминающееся событие, да. Нас стоял хотя бы очень много человек, да, весь, да, аплодировал именно нам. Я думаю, каждый почувствовал кусочек именно для себя, да. Видели, как команда нас поддержала. У нас было очень-очень много именно своих, да, людей. Вот. Поэтому, на самом деле, очень понравилось. Я желаю вам всем, чтобы ваши мечты сбывались. Идешь? Иди. Чтобы ваши мечты сбывались, на самом деле, да. Если у вас есть четкие цели, четкие планы, достигайте своих целей. Наташечка, можно следующий слайд? Вот. Подумайте, что чего вы на самом деле хотите, чтобы ваши мечты не оставались просто на бумажке, да. Чтобы они все-таки сбылись, да. Для этого надо что-то делать. Не думайте, что за вас кто-то будет делать вашу работу. Не думайте, что спонсор будет за вас работать. Спонсор всегда вам поможет. Да. Ни один спонсор, я думаю, еще никогда не отказал никому. Но работать, если вы хотите работать, работайте сами, да. Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Если это, на самом деле, ваша мечта, мечья-то там не просто придумана для кого-то там для галочки, а именно ваша, то действуйте, действуйте, работайте. Все обязательно получится. И в следующий раз, я надеюсь, на какой-нибудь большей сцене мы будем стоять еще большей командой. Я надеюсь, моя команда уже личная будет стоять на сцене. Я буду только радоваться. Радоваться. Да, помогает дочка. Радоваться буду за своих, за свою команду, которая у меня уже увеличивается. Появляются новые партнеры, это очень здорово. Если честно, очень приятно. Именно радоваться уже за кого-то в своей команде, не только за себя. Вот. Спасибо большое. Все. Мы, наверное, пойдем играться уже. Нам уже не сидится здесь. Все. Если есть какие-то вопросы, пишите. Я всегда отвечу с удовольствием. Все. Спасибо.